Милая, может вина? Нет, не пью я нихуя. Дорогая, ну чутка. Ну, давай мне из горла. Мы поедем на природу. Нужно взять, поесть и воду. Нет, родной, бери пивас, если на день водку айс. Милая, ты же не пьёшь. Я не пью, чё запиздёшь. Ты въебала все бутылки. Ром, водяру, две тыкилки. Слышь, еблан, хотела пить, чтобы жажду утолить. Ну, там в пакетах вкусный сок. А воняет, как на сок. Так что попизди мне тут. Ещё слово тебе капут. Дай мне риски и пивас. Изгоняй за водкой, айс. Товарищи, ребята, я сегодня, как только открыла очередь, решила сразу записать это видео, дабы это произведение искусства не потерять где-нибудь в закололочках моих мыслей и головы. Короче, это было очень страшно. Это сейчас мне уже смешно. Потому что я поняла, что это был лишь сон. Но, блядь, он был очень реалистичный. Короче, за мной сегодня во сне гонялся, блядь, или гонялась, человек-свинья. У него вот свиное тело. Это было очень страшно. Ой. У него свиное тело и ножки человеческие. Я думала, блядь, какой он страшный. И он за мной бежал и смеялся. Я от него убегаю, знаете, как от нормального человека, я не знаю, маньяка, человека с отклонениями. Ну, в общем, я спокойно убегала. Для меня не было мысли, что, блядь, это же человек-свинья. Короче, дальше забегаю в какой-то сарай, там лежит телефон городской, ну, знаете, как старые добрые. Звоню, набираю маме. Говорю, мама, пиздец, я нахожусь в комиссариате. В комиссариате, блядь. Ой. Я нахожусь в комиссариате. Господи, у меня прическа, только у человека-свиньи. И замоконится человек в образе свиньи. И мама говорит, Кать, ты ведь больная, что? Вообще-то на ТНТ-премьер на ТНТ-премьер вышла новая программа. И это Максим Галкин. Говорит, там, типа, разыгрывают людей. Ну и все. Я такая выхожу, знаете, такая выюбистенькая. Потому что я и так поддалась на всю эту эфемерную ситуацию, которую создали вокруг меня с человеком-свиньей. Понимаете, он еще так страшно выглядел? Он как кентавр, блядь. Только свинотавр какой-то. Ну, короче, это пупитец. Он очень страшный. Если вот его перерисовать, да, понимаете, из моей головы. Блядь, тогда можно многим, кто там рисует этих вот страшилищ, позаимствовать у меня пару уроков. Да не пару. Целый курс. Короче, я выхожу. Он сидит на лавочке. Вот этот вот свинотавр. Свинтавр. Свинтавр, блядь. Кусинотавр. Ебанушка. И я такая говорю, здрасте. Я вас раскусила. И он мне показывает на шиповник. И говорит. Ну, не говорит, а вот так вот показывает. Я, значит, беру этот шиповник, и у меня начинают сниматься ноги. И у меня начинают сниматься ноги. Я такая говорю, да что, говорит, да что, я что, сейчас стану свиньей? И понимаете, у меня стали появляться свиные копытца. И я такая думаю, блядь, думаю, может быть, это что-то наподобие Оруэлла, скотный двор. Думаю, ну там же свиньи всем завладели. Короче, блядь, у меня столько мыслей. Головина эта что-то появилась. Это благо я проснулась. Ну, понимаете, я вся была в холодном поду. Такая, думаю, ну пиздец, блядь. Я чуть в свинью не превратилась. И еще некоторое время я, понимаете, все поглядывала на свои ноги. Думаю, мало ли, может, шиповник сейчас подействует. Но самое страшное для меня было, если я все-таки превращаюсь в свинью. Ну, то есть в образ свиньи. Может быть, как в человеке свинья, но сам факт. Думаю, вот превращусь я сейчас в образ свиньи. Думаю, а как противоядие искать? И сразу вспомнила мультик «Уся во сне, блядь». Это гениально. Куско. Ну, этот император, который лама. Думаю, как же он искал. Думаю, он же долго искал. Там много серий в мультике. Ну, пиздец, короче. Знаете, что я еще подумала? Это еще ладно, когда у человека... Ну, это сон. А у кого это симпатоматика? Представляете, вот вы в здравом уме, да? Оно просто больной шизофренией. И к вам приходит человек с винтавр, блядь. И вы не можете от него убежать. А при воре знаю, что это Максим Галкин. В принципе, что это галлюцинация. Но и хер знает, что с тобой эта галлюцинация сделать. Пороче, что пиздец. В какой комиссариат ты уже не побежишь, не позвонишь маме, не объяснишь всю проблему, не изложишь, так сказать, всю суть бытия. Но это так страшно. Я прочувствовала все эти же звоннические наклонности на себе, блядь. Это когда ты истинно превращаешься в свою, и ничего ты с ней поделать не можешь. Блядь, вот бывает такой неловкий случай, когда ты смотришь на себя в зеркало, думаешь, ну, где же заебись. А потом смотришь в другое зеркало, и понимаешь, ну, это что за пиздец. Так вот лучше. Я потолстела и чувствую пузо. Я думала, что я беременна, но потом вспомнила, что это невозможно. Потому что ни от кого и ни за чем. Потому что я самостоятельная женщина независимая, у меня нет мужчины, и никогда его не будет. Но я не теряю надежд. Каких? Никаких. У меня нет надежд и одежд. Короче, записывала сторис, и телефон сел нахуй. Но я его оттуда вытащила, ведь мы же девственники с ним. Товарищи, ребята, у меня к вам такой вопрос из рубрики «Что, где, когда?». Хоть ты на меня смотришь? Про нормальные явления. Какая часть пилы самая крутая? Демного крови, убийств, вот этих вот извращенных манипуляций. Ну, ну, но такое.